Россияне вошли в топ самых стареющих наций мира. Исследования британских врачей опубликовали в медицинском журнале The Lancet. Специалисты сравнивали показатели здоровья жителей из 192 стран с 90 по 2017 год. Выяснилось, что у россиян на 6 лет раньше, чем у других наций, начинаются старческие болезни. Инсульт, эндокардит, онкологические заболевания, ухудшение слуха, катаракта. Этот набор у россиян появляется к 59 годам. По скорости старения мы входим в первую 30 стран вместе с Гамбе, Буркина-Фасо и Казахстаном. Самыми молодыми нациями признали японцев и швейцарцев. У них болезни преклонного возраста проявляются к 76. И к другим темам уже полюбившийся красноярцам эко-парк Гремячая Грива ждут изменения. В этом году на сопке продолжат благоустройство, рассказала руководитель агентства по туризму Юлия Верхушина. В соцсетях она позвала горожан обсудить будущее парка. Прямо сейчас в администрации проходят публичные слушания. На месте работает наш корреспондент Елизавета Мерзвякова. Лиза, расскажи, какие предложения есть у власти и много ли людей пришли на слушание? Да, обсуждение уже началось. Красноярцы прибывают. Здесь уже больше 30 человек и люди по-прежнему приходят. В таком вот небольшом зале туристко-информационного центра уже даже не хватает места всем желающим. Здесь и общественники, и зеленые, и даже спортсмены, и скалолазы. И вот руководитель агентства по туризму Юлия Верхушина рассказала, что благоустройство продолжится, но оно будет немножко другое. Вот не такое масштабное, как было в прошлом году. И первая часть, она была все-таки, по ее мнению, больше семейная. А сейчас они сконцентрируются на пожеланиях туристов и, например, скалолазов. Будут сделаны туристические тропы в самые отдаленные места, где нетронутая природа. Там поставят лавочки, сделают урны, но вот каких-то общественных туалетов, например, или магазинов там, конечно же, не будет. Планируют сделать, может быть, какой-то палаточный лагерь, сохранить природу и как можно меньше как-то ее застраивать. И вот общались также они с коллегами из заповедника Столбы, потому что у них уже есть опыт какого-то благоустройства именно в природе нетронутой. И получили уже первые идеи, несмотря на то, что обсуждение только началось. И вот, например, есть уже пожелание сделать в парке Гремячья Грива скейт-парк. Пока руководители агентства не понимают, как на этой местности все-таки это можно реализовать, но пообещали обсудить и рассмотреть это предложение. Также многие красноярцы, конечно, преимущественно зеленые, жалуются на то, что в Гремячьей Гриве вырубают лес, который уже очень древний, и деревья там взрослые, поэтому это всегда более красноярцев беспокоит. На что Юлия Верхушина, руководитель агентства по туризму, ответила, что агентство как раз-таки здесь ни при чем, и это было необходимо при первом этапе благоустройства вырубить некоторые деревья. Давайте послушаем. Я готова сделать проект, развивать проект с той точки зрения, чтобы там ни деревья, ничего не страдало, и для меня это принципиально, поэтому этого обсуждения мы не боимся. Действительно, я знаю, что есть вопросы по первой очереди, но там настолько случилось, перекликались разные периоды, поскольку там, допустим, находится линия электропередачи, по новым пожарным нормам там пришлось вырубить определенную просипу. Но это сделали не мы, очевидно, это даже сделали там не СФУ, которые являлись генеральным заказчиком, это произошло за несколько месяцев до. Деньги на второй этап благоустройства парка «Гремячая грива» уже заложены в бюджете, но, несмотря на это, проект еще не принят, поэтому обещают сегодня выслушать все предложения и учесть их, и внести какие-то правки, но говорят, что финансирования хватит даже на какие-то, может быть, предложения, которые и не подразумевались до этого. Начнется все через три месяца, ближе к лету, и обещают закончить до конца этого года. У меня все. Лиза, интересно, что же все-таки будет в «Гремячей гриве». Напомню, это был наш корреспондент Елизавета Мерзлякова. Продолжение следует...